здравствуйте это канал максимазы и моды на hello neighbor короче говоря сегодня мы посмотрим на мод сегодня я сделаю обзор на один очень-очень интересный мод который называется the neighbors comeback короче говоря я давно хотел такой мод который который является альфа-1 но на котором все этажи в альфе 1 и я нашел этот мод ребята я вам продемонстрирую вышел он недавно кстати в прошлом месяце его в стиме нету однако я его запускаю вот краски в самой игре он есть на сайте где обычно публикуются моды но там написано что он с мод китом несовместим просто скачайте перенесите в папку mods с игрой и все заработает вот здесь в меню может быть и на пиратке сработает не знаю она в общем начинаем а алё короче когда такое происходит это перезагружать надо игру полностью чик чик о так со второго раза запустилась минут где-то 5 пришлось правда ждать пока перезагрузится все так и короче нас встречает вот такое вот меню давайте play intro короче как я уже сказал и я этот мод буду обозревать и не проходить проходить его не буду вы конечно задаетесь вопросом почему я не буду его проходить ну я отвечу я не могу это сделать если кратко то мод судя по всему только для настоящих хардкорщиков там с главным героем к этой хрень только что было стекла видимо может стекла плохие но intro кстати очень действительно похоже на то что в оригинальной альфе 1 только дом главное герой абсолютно другой надо потише звук сделать так микшер на девяточку поставлю наверное он сойдет в общем ладно короче что у нас тут требуется камень под камнем и да какая полезная информация блин ключик короче здесь короче говоря сложности я уже пробовал пройти этот мод ничего мне не получилось сложности в нем вагон и большая тележка вагон и большая тележка вот так но очень много крутых вещей таких как анимация открывание ключом замков и дергивание гвоздей вещей крутых здесь нереально много но со сложностью тут большой переизбыток прям вот видите это конечно очень сильно задерживает но это прикольно и реалистичности добавляет мы же в реальной жизни тоже каждый гвоздик и не так быстро оттяпываем как в обычном хлоуной баре еще добавили вот такие вот штучки к дверям чтобы не просто замок висела висел на петлях плачем они не знаю кто это если честно но давайте наш дом посмотрим это короче кухонка дом как в альфе 2 вот этот главного героя и здесь уже сделали какие-то вещи интересные еще еще вот эти ручки тоже двигаются автор молодец конечно что это сделал но со сложностью он прям переборщил я это точно без чит-кодов не пройду да даже с чит-кодами и у меня это не очень-то получилось пройти с полетами еще есть чердак такой вот кстати я на него не лазил о пол он через паутину еще и проходить умеет не чувствуешь путь от паутины есть эффект прикольно чё хренела что ли так дайте вывести назад ладно наш дом мы посмотрели он да он больно таки хорош но нам еще а снять с окон вот эти штуки да это в этом моде ломиком можно и это делать в оригинальном холодный ноябре это делать нельзя в альфах это можно было делать но в релизной версии уже нельзя было снимать доски из окон довольно таки прикольно все это сделано мне прям нравится так мы перенести всякую хрень туда так видимо это тоже надо перенести стульчик тоже переносим ой громко так как очень громко да диван кстати перекрасили как видите так и ждем загрузка загрузку точнее сейчас будем дальше изучать прелести этого мода тут реально все этажи сделали сделали очень круто их так ну подлагивание небольшие пошли а вот и дом нашего соседа он даже мельницу еще приделали кстати тут сразу обе двери открываются открываются они очень даже плавно кстати ну ка у нас даже за звонок работает очень очень прикольно тут ездят машины они кстати могут нас сбить и вот я когда вот этот начал смотреть я сразу же увидел вот этот люк необычный до жалкой я пытался записать обычное прохождение но ничего не получилось там них пройти на пройти не смог но я там столько восхищался вещами вот сразу же обалдел когда спустился в этот люк надо еще только умудриться спуститься потому что не так-то это просто еще надо от а надо отходить когда эту сторону едет машин все машины разных цветов вот туда пролазить только это очень трудно сделать вот так вот от этого я обалдел вообще тут канализация есть канализация прям интересные глаза типа какие-то тут отбойник у нас короче лежит не знаю кто его доставил ну в общем он тут лежит о господи я уже думал сосед нафиг вот интересно сосед может ли спуститься сюда я что-то сомневаюсь хотя мог бы вполне по лестницам лазить он умеет точно кстати скорость лазания по лестницам тут такая же как это в альфе второй и мы как крутые омоновцы проникли к соседу в логово по канализации так тут вентиль надо покрутить три да чтобы этот вентиль отвалился вот такие замки интересно сюда еще поставили да и мы только вот баги тут только вот багов тут немало к сожалению вот он мешает если честно на глазах короче трубы тут проставлены и всякие вот трубы еще лестнице туда двери закрытая на гайку надо найти гаечный ключ вентиль надо сюда будет откнуть и надо надо его много куда будет воткнуть пока выключить тут кстати как в альфе 2 он показывает правда вальфе 2 мультяшный был телевизор здесь реалистично ну и комоды все почти тут пополнены каким-нибудь хламом очень прикольно сделали он некоторые радиоприемники перекрашен тоже вот и кстати перекрашены очень качественно некоторые шкафы перекрашены короче шикарно автор сделал но со сложностью реально переборщил впрочем комоды все чем-нибудь пополнены фонарики разных цветов это шикарно ребята это просто шикарно лифт к сожалению сначала не мне не включен надо его включить в сеть чтобы это сделать надо на другие этажи пробраться короче когда сосед нас ловит вещи из инвентаря попадают сюда это просто обалденно ну и необычная такая задумка сосед типа ворует у нас вещи при поимке ну шикарно просто а чё всё попадало дверь в подвал очень сильно прям замурована очень много всего кстати сосед иногда может быть в шляпе иногда может быть в очках тоже очень так необычно это еще кстати ладно потом покажу ну тут время суток может меняться правда она меняется по сути по случайности по рандому так здесь замерз лед здесь какой-то нереалистичный но хоть какой-то у соседа нинтендо свитч есть это прикольно ну конечно манекен в чизнице придется поставить иначе нам не дадут примеры все эти решить и здесь проход на третий этаж правда чтобы открыть надо туда закинуть мусор в тот рычажок аааа секунду я помню где этот желтый ключ находится я его довольно быстро нашел короче надо забежать в спальню и там у манекена этот ключ в руках теперь главное не попасть на соседу так здесь решетка закрыта ее надо будет потом открывать прикольно с анимациями реально сделали пока кстати мы на сильные сложности не наткнулись когда я первый раз вот проходил там вообще жесть была так можно камеры отключить есть молоточек правда от молоточка толку никакого нет вот этого здесь заперто но тут можно увидеть что здесь ломик кстати если его взять мы типа умрем от ожога я тоже обалдел когда это произошло это действительно так вот такие бинокли разноцветные есть книжки всякие вот этот комод он видимо сам сделал в редакторе в каком-то 3d наверное есть и зонтик реалистичный тоже вещь очень полезная но нам пока вряд ли пригодится давайте теперь попробуем открытие этот третий этаж граммофон стоит здесь вот такой вот ну-ка так не попал о попал я же попал чё она не открылась то так г хост вбиваем я же попал почему она не открылась а подождите подождите стоп 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 аааа все ясно 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 да я забыл тут генератор надо еще включить чтоб она открылась вот этот так сосед уже здесь где то давайте спрячемся сосед здесь очень очень опасен он может в любом месте нас выследить вообще в любом где бы мы не спрятались на любом этаже в любой комнате вот видите он нас уже заметил сосед кстати он довольно таки не быстрый но он в любом месте нас может изловить вообще в любом так ну третий этаж мы открыли уже хорошо так мы видим к сцену тоже как в альфе один было здесь собственно говоря то же самое сейчас произойдет так вот звук какой-то не очень подходит к этой двери двери в подвал это вырезанная дверь найденная в файлах при альфе ну или в альфе один ее часто добавляют в моды с реалистичным стилем рисовки это прикольно так можно пропускать катсцены это тоже полезно так ворона тут сидит на проводе в смысле я на своей территории вообще-то ты чё сосед там есть еще статуя соседа она тоже сыграет небольшую роль не знаю насколько значительную к сожалению я не помню как тут вообще все проходится короче вот эта комната ой акула акула чё и сюда может что ли пройти я думал она сквозь кирпичи не пройдет короче так комната а это короче были концепт-арты же древние по холодной бруи там на одном из них была вот эта комната которую вот здесь сделала сделали реализовали тоже прикольно когда что-то из концепт-артов делают или что-то еще вот он в любом так давайте гостом туда залетим я не хочу опять через соседа проходить тысячу раз собственно говоря вот эта самая комната действительно как на том концепт-арте короче сюда тоже надо будет вентиля воткнуть короче мы ну сюда можно без отключения воды и и тут и выключить и нельзя акула медленная мы можем просто спокойно пробежать вот сюда здесь дверь закрытая на код я код уже кстати забыл у нас он из пяти цифр еще есть такие жалюзи которые закрываются это тоже очень круто кухня такая вот такой вот шкаф прикольный блин вот видите он в очках так это запуск поезда правда вот он немножко не правда ему надо питание еще запустить так по моему здесь где-то вот он вот здесь зеленый ключик лежит который собственно говоря вот от этой двери как только мы ее открываем мы попадаем в эту комнату здесь короче у нас здесь война идет емае и вот еще одно усложнение если мы попадем под пули мы зима мы сдохнем это тоже очень ужасно и бесячий ну короче нам надо сюда пролететь тут манекены собственно как по чертежам и собственно говоря здесь идет питание к к лифту теперь лифт работает лифт реально полноценно работает причем надо бы только от соседа бы избавиться а еще в эту комнату зайти можно короче вот эта картина очень важна вот видите здесь не просто так вот эта белая бумажка на ней невидимые чернила нам нужна ультрафиолетовая лампа мы заходим в эту комнату здесь у нас находится колокольчик вот эта труба вы возможно догадаетесь зачем вновь всяким хламом комнаты пополнены комоды точнее всякие еще один перекрашенный диван так давайте введем волк чтобы покататься на лифте твою мать вот как не вовремя так ну и колокольчик у нас исчез естественно ладно зато мы можем собственно говоря поскольку лифты как это закрыть поскольку лифт запущен мы можем собственно через первый этаж блин тут сосед мы можем попер на перед с первого этажа его запустить тоже он нередко может закрывать двери вот он в любом месте может появиться в любой который мы идем да давайте все таки гостом туда тоже залетим пробиваться через него это та еще потеха блин тот еще геморрой в смысле можем например на четвертый этаж поехать он заблокирован он заблокирован решетку он нас искать уже перестанет давайте на второй этаж да он еще и разговаривает по-русски прикиньте умный лифт блин короче здесь закрытая дверь здесь ломик у нас находится его руками трогать не нельзя мы потеряем от этого жизнь надо его выбить как-то вот так давайте возьмем ведро и потушим его неприкосновенность опасную обладает неприкосновенностью опасной обладает этот ломик мы его трогать не можем руками не знаю может ли сосед ездить на лифте не замечал этого ни разу вот мы и ломик раздобыли давайте на третий этаж поедем откроем твою мать он же только что на втором этаже был ну как так то ё-моё ну он бесит реально а еще вот такая вот интересная вещь тут имеется но правда она здесь усовершенствованная видите мы на улице а там вообще просто темнотища была какая-то ну звуки те же те же самые нас типа учат как прятаться короче говоря раз мы раздобыли лом давайте попробуем открыть ту фигню попробуем открыть ту дверь ну полетим мы туда гостом потому что я не хочу через соседа опять пробираться так ну-ка гост и кстати к сожалению блин я бы включил бы идите нафиг пожалуйста кто мне звонит уже третий раз незнакомый номер звонит еще кстати вот так давайте сделаем раз уж мы колокольчик взяли открывается лопата только здесь копается очень долго она не знаю насколько большой запас теперь терпеть у кого будет но копается очень долго надо очень много раз щелкать мышкой пока не докопаем но зато точно тоже реалистичность имеется давай 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 копай 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 быстрее пока сосед сюда не пришел докопал ну и давайте в класс отнесем ее и решим пример пилюльки тут лежат восьмерка лежит под ними восьмерка сюда сюда он в любом месте нас найдет где бы мы не спрятались он из любого места нас выкурит и в любом месте он может камеру поставить даже если включить дружелюбный режим в настройках игры так ружье нам выпало и идем с ним в эту комнату врубаем волк нажимаем там табло надо 15 выбить чтобы получить ключ а 15 это все которые выпадут здесь о 15 получилось кстати мелодия которая играет это из angry bird seasons взята главная тема одного из эпизодов что-то там про цирк про фокусы акробэб акробэбэкон что ли называется так вот здесь нам бы отбойник уже не помешал блин он достал и короче говоря кое-что трактор что ли приехал ну твою мать а зашибись трактор приехал к нам во двор короче говоря мы же видели с вами вентиль который надо три вот эти вот крутить штучки их здесь три одна это здесь чтобы добыть вторую покрутить эти нам надо зайти в гараж он слава богу ничем не закрыт в нем есть два разводных два гаечных ключа точнее не разводных и они от разных вещей один поменьше другой побольше один из них отсюда от этого сарая так нет не тот у него тоже есть анимация своя мы сюда входим и здесь вот такая вот очень интересная система в оригинальном холодной бри такая тоже есть на мультяшной а тут сделали реалистичную выглядит она очень круто шикарно но надо покрутить все вентили сначала выклопать тот вентиль так а вторым ключом мы открываем вот это мы сюда собственно говоря залезаем крутим вот этот рычажочек собственно говоря эти гаечные ключи нам уже не пригодятся нам надо взять ломик и на третий этаж бы идти сеть судя по всему сейчас опять будет здесь возможно да он здесь не дает он нам ничего сделать но короче говоря третий третий кранчик находится здесь мы в этой комнате уже были отлично он спустился думаю подниматься он будет долго у нас есть немного времени чтобы открыть дверь только вот она на гаечку еще приклеена помимо досок надо найти гаечный ключ еще меньше чем те которые мы уже находили как видите вот закрыта на гаечку где гаечный ключ этот я кстати не в курсе не находил я его ну ладно давайте возьмем тут вентиль кстати вот эти штуки нельзя и ой их можно поджечь они взорвутся только правда лаги создают ну а так они бесполезны на самом деле только чисто для красоты так все вентиль отвалился первый кранчик находится в ванной мы его уже видели поворачиваем да блин он достал второй второй где-то в доме тоже находится вроде бы только вот не припомню точно где ну не в гостиной может на втором этаже может где-то на втором этаже а второй кранчик короче находится здесь третий кранчик находится где-то здесь вот тут наверху и четвертый вот здесь так я точно все покрутил я вот немножко не уверен но давайте проверим нам надо вернуться к тому сараю проверить сработал ли тот механизм пошел запуск отлично и в анимации у него очень крутая короче поехал поезд это питание от поезда он просто все тут прошибает и поскольку он все прошибает нам открывается доступ сюда уже к четвертому этажу он правда лифт правда заблокирован но мы можем типа зайти сюда и открыть без проблем еще дверь и тут провода всякие наверх тут я уже наверное искать всякие ключи не буду я это успел досконально все изучить ну короче вот комнаты кверх ногами идут эти штуки пилить надо собственно говоря пилу где раздобыть я сейчас покажу я от этой штуки тоже офигел остался сет короче мы получаем доступ к этой комнате она не сработала потому что тут кое-что у нас не включено сюда мы войти не можем мы сюда сможем войти только когда добудем гаечный ключик а я не знаю где его добыть ну короче мы включаем вот это и уже тогда можно будет это включать ну-ка смотрите она разрушается памятник разрушен и мы получаем пилу эту собственно блин в этом моде очень много прелести но очень много ой блин обалдеть вот этого я не ожидал сейчас вот такой подставы я не ждал так давайте идем спилим те досочки так ну собственно вот что здесь у нас здесь посмотрим давайте что гвоздики тут лежат ничего полезного а это надо открывать ломиком здесь здесь другой ломик лежит не знаю есть ли смысл может быть один ломик подходит к подвалу другой не подходит опять тут тут короче решетки опять повсюду такая вот комната непонятная странная комната с низкой гравитацией походу хотя а ну это комната в виде космоса типа а здесь у нас врачи комната с вручающимися хреньями которые кстати звуки издает интересные я что-то забыл где эта дверь которая так здесь дверь с магнитом там магнит который надо отключать будет ванная здесь здесь есть туалеты правда они ни для чего нам не нужны здесь есть ключ который кстати мы вот замок видели я правда забыл уже где это давайте по-быстрому найдем так магнит только бы не примагнитил бы эти хрени все наши что-то я не могу найти где эта комната это и здесь а вот нашел вот такая вот необычная анимация тоже прикольно правда пила проходит сквозь дверь это единственный минус а в остальном все шикарно здесь у нас короче еще один проход провод куда этот ведет я кстати в этой комнате не было еще блин тут нет света у нас инвентарь забит что ли почему чайник не берется провод воткнут этот вы чайник наверное хочу нарисованы а тут надо расставить предмет правильно только некоторые надо похоже по ходу искать после того как мы расставляем видим открывается решеткой за ней что-то интересное рычажки которые ведут к чему-то тоже я не знаю провод ведет вниз и куда именно не знаю и тут в одном месте есть очень интересное вот ладно давайте просто сюда пройдем здесь есть головоломка интересная только вот лучше кому-нибудь попасться потому что в темноте очень тяжело это разглядеть видно но все таки не комфортно где сосед теперь вот когда нужен сосед тогда усложнить когда нет когда не нужно тогда он находит нас легко блин ладно давайте окно какую-нибудь разобьем что за закон полости какой-то вечно него нет когда надо и есть когда не надо так давайте вернемся кто к мини кто имени игре она реально прикольно прикольно прям сделали и дайди нафиг пожалуйста короче вот коробочка идет так переключаем направление чтобы она шла туда теперь снова переключаем и надо толчок сделать чтобы не попала коробка в эти штуки в их а и не успел они не вовремя надо тут ориентироваться четко ч в 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 соль еще раз это надо прям четко сделать это интересная задумка я ее я из-за нее респект дают большущий опять мимо дышишь такое дайте сюда коробку а она исчезла так то есть так ждем еще ждем и последний толчок дает дают нам на ультрафиолетовую лампу кстати вот вот мы сюда пробираемся отбор через отбойным молотком отбойного то кстати громкие звуки сдает очень реалистичный берем этого медведя и нам надо его в огонь положить это с это срабатывает в отличие от оригинальной альфа 1 вот он загорелся даже несмотря на то что его тушит вода он короче горит он сгорает и реально внутри него находится ключ от подвала так он сейчас полностью догорит вот воду наключит подвала ультрафиолетовую лампу мы раздобыли где тут где был этот вот здесь он был 49 406 подождите я когда первый раз проиграл был другой тут тут разные что ли когда фигасе 49 406 49 406 запоминаем 49 406 49 406 где дверь с годом 49 406 ну-ка 49 а если неправильно вести неверно 49 406 верный пароль если и самое наверное удивительное что от чего можно обалдеть это валка врубаем если сюда встать пол очень непрочный походу не выдерживает больше чем вот это все золото ну короче здесь нам надо взять пластинку красную которая нам нужна будет чтобы растение опустить ой господи не то увожу короче тут реально очень много всего вот эти растения нам надо будет опустить и тогда откроется тогда генератор что-то нам включить мы отключим генераторы что-то он нам сделает а и вот что еще здесь помимо соседа есть еще один противник это клон главного героя что он здесь делает я вообще не в курсе лучше бы мне кажется вместо него какого-нибудь охранника бы сделали перед ну другую в другой костюм бы ему дали не знают и он кстати нас может изловить правда почему-то когда мы в госте он нас не ловит но когда мы без госта он нас поймает когда он нас видит кстати играет музыка из альфы 2 погони во время и вот в чем прикол здесь находится его дом это его дом но его довольно нередко можно увидеть в доме соседа судим он наверное работает охранником у соседа но нередко отшивается своем доме давайте кстати дом его изучим так но сначала наверное причем его с реагирует ли он на это или нет или может быть стоит наоборот подождать пока он уйдет нет я не буду от тебя убегать я лучше просто сюда дойду короче во первых у него здесь есть вот эта комната и проход на второй этаж но здесь есть также еще кухня а на втором этаже у него довольно таки интересно тоже здесь есть еще короче домик у него хороший сделан ладно мы мы в принципе много чего посмотрели я проходить это целиком полностью точно не буду а ах да ну давайте последнее что посмотрим это он вот это вот место короче здесь комната с огнем и огонь в этой в этом моде для главного героя вред приносит если мы на него наступим мы умрем не знаю правда я к сожалению не в курсе что в этом моде что в этой комнате интересного важного надо найти но судя по всему что-то важное надо здесь найти а там еще дверь дверь с целой кучей камеры я не понимаю зачем так много шкафчик дверь еще одна с и черным каким-то или фиолетовым ключом какой-то здесь ключ и короче туда вообще до хрена если хотите посмотреть прохождение этого мода на ютубе есть видео об этом у одного кого-то чувака мини сала что ли зазвали его ну а мы давайте просто наконец-то уже за зайдем в подвал просто зайдем в подвал вагон и большая тележка сложностей мало того что сосед может нас в любом месте найти и помимо этого вещи пропадают появляются у него дома чит-код и вот чит-код есть вот в этом трейнере фрэнс форевер который собственно говоря сосед делает так чтобы соседу было на нас абсолютно пофигу в этом моде этот чит-код не работает он не помогает также не помогает дружелюбный режим настройках игры сосед все равно будет расставлять камеры и капканы ну подвал здесь как вальфе 2 и альфе 1 5 здесь можно несколькими путями пройти о угадал ключ отходим сюда ну собственно закрываем идем сюда еще какая-то комната непонятная к сожалению здесь закрытая дверь нам единственный путь идти только наверх кстати вот мы сейчас бегали по подвалу мы когда там спускались вы могли видеть там дверь многие задаются вопросом что было бы если бы я в ту дверь вошел ничего это дверь закрыта я пробовал туда зайдем закрыта она до медленно же он поднимается но с другой стороны реалистичность тоже присутствует в реальной жизни мы не можем так быстро подниматься по лестнице ну и еще сложности этого мода в том что здесь два противника сосед и клон главного героя у этого клона главного героя есть свой дом но но его нередко можно увидеть доме соседа наверное он его охранник лично ну и вот такой конец собственно говоря здесь спасибо что сыграли в мой мод надеюсь думаю что вы насладились и я насладился всеми вещами которые были созданы в этом моде прикольными но не насладился его прохождением он он и капец какой сложный я никогда в жизнь наверное его не пройду ну короче говоря давайте я поставлю ему плюсик так-то галочку можно было бы ему поставить но за вызов за высокую сложность снижаю балл очень высокая здесь сложность то ты автор сделай сложность поменьше ты тенем ты переборщил со сложностью очень тяжело проходить но на сегодня все такое такое вот был интересный мод с вас и господпису за сменяй апичные видосы подписывайтесь на стримский канал спадеру вконтакте и всем пока и и и Продолжение следует...